На сегодня более 3,5 миллионов граждан нашей республики старше 16 лет сдали свои биометрические данные. В их числе и Улан Джолдошпеков. Он прошёл процедуру ещё пару лет назад на себе, испытав все удобства биометрики. «Я пару лет назад сдал биометрику и получил аналогичный паспорт. Его преимущество заключается в том, что чип содержит всю информацию о семейном положении, и ненен – отпечатки пальцев. При смене места жительства или же семейного статуса не нужно его менять. Это очень удобно». Так вот, с 24 августа в Солице возобновился приём биометрических данных. Приём ведётся не только в центрах обслуживания населения Бишкека, но и в четырёх вспомогательных пунктах. В Акимяте Октябрьского района на базе муниципального предприятия «Тазалык» в школе номер 57 и 94. «Сама процедура занимает не более пяти минут. Без дачи биометрических данных вы не сможете участвовать в выборах, а также получить паспорт или же водительское удостоверение. В дополнительные пункты могут обращаться не только жители этого района, но и все граждане страны. При себе нужно иметь только паспорт». Сейчас многие вернувшиеся из-за рубежа наши граждане хотят поменять свой паспорт старого образца на новый и воспользоваться своим правом на голос в предстоящих выборах. Биометрику принимают во всех цонах для удобства граждан, говорят в госрегистре. «Стого у нас старше 18 лет граждан 3 миллиона чем-то тысяч. Из них сдали биометрику на сегодняшний день 3 миллиона 400 тысяч. То есть эти граждане, которые включены в списки избирателей. Где-то около 500 тысяч они пока еще не сдали. Но сейчас активно, как я уже озвучил, активно идет подача биометрических данных. Возможно, количество будет увеличено». По информации ГРС, уже 90% кыргызстанцев, которые имеют право голоса, сдали свои биометрические данные. Джибек Шашенбиева, Эмиль Талайбекулу, Пирамида.